Ну и к этому времени известно несколько случаев массовых отказов контрактников от участия в войне именно на юге России и на Кавказе. Так, росгвардейцы Кабардино-Балкарии и Северной Осетии подали наибольшее количество исков в суд, пытаясь оспорить увольнение после отказа воевать в Украине. В суды Северной Осетии было подано около 40 исков, а в Кабардино-Балкарии зарегистрировали около 140 таких дел. При этом республика является лидером по числу отказавшихся продолжать боевые действия. Речь идет о пяти сотнях человек. И далее мы на эту тему пообщаемся с Ольгой Круносовой, политическим аналитиком, главным редактором портала «АвтоЭемпайр». Здравствуйте, Ольга, рада вас приветствовать. Здравствуйте. Здравствуйте. Много раз уже с вами в эфире говорили об отказняках на территории России, но каждый раз все больше и больше информации. И все большее количество людей отказывается воевать против Украины на территории Украины. Давайте помыслим, почему в России увеличивается количество таких людей с каждым днем. Откуда это такое меняется желание? Если я почему об этом говорю, вспомнить пять месяцев назад, когда полномасштабно Российская Федерация напала на Украину, в большинстве своем россияне военные шли сюда, как будто реально делали какую-то деноцификацию. Объясните, пожалуйста. Ну, просто потому что сейчас многие действительно уже побывали на театре воевых действий, они понимают, что гораздо выше вероятность погибнуть, чем заработать денег, как некоторым бы хотелось. Потому что основное, что говорят вербовщики, которые вербуют добровольцев, будь то человека Вагнера или будь то контрактников, они обещают большие и легкие деньги. При этом умалчивают о том, какое количество потерь несет российская армия в Украине. Поэтому, конечно, когда ты уже там побывал и ты понимаешь, что вероятность умереть гораздо выше, чем вероятность просто легкой прогулки и заработка хорошего, то меняется отношение к этому, и люди начинают бежать. Это естественно, на мой взгляд. И вот очень важный вопрос о том, с каких областей и регионов России отправляются люди для того, чтобы воевать на территорию Украины. И мы знаем, что, конечно же, ну, скажем так, из Москвы и Санкт-Петербурга практически нет там никого. И эксперты называют это одной из причин. Это экономическое неравенство, которое царит среди регионов Российской Федерации. Но ведь экономическое неравенство — это следствие определенных действий и определенной политики. И вот как вы считаете, это специально предпринятые действия для того, чтобы, скажу грубо, почистить и Россию в том числе? Ну, если вы говорите про то, что необходимо утилизировать наиболее пассионарную часть населения, ну, я так и не думаю. К сожалению, реальность такова, что действительно в Москве и Петербурге средняя заработная плата, в Московской области, отчасти в Ленинградской области, в городах-миллионниках средняя заработная плата гораздо выше, чем в клубинке. И, безусловно, в депрессивных областях нет нормальной работы, люди пьют, люди имеют очень плохое образование. Не случайно последний опрос показывает, что 35, вдумайтесь в эту цифру, 35% россиян считают, что Солнце вращается вокруг Земли. То есть они что, в школе даже не учились? Или все, что там говорили, в одно ухо вылетело, в другое ухо вылетело? Поэтому именно оттуда набирают добровольцев для войны в Украине, именно поэтому они очень плохо представляют, а что там на самом деле происходит. Те области, города-миллионники, где у людей есть доступ к интернету, где они могут действительно получить всю информацию о происходящем, конечно, гораздо сложнее этот набор проводить. Но, к сожалению, и там, особенно в силовых структурах, есть или в отставнике военной есть люди, которые хотят идти воевать. Ну, по крайней мере, некоторое время назад они были. Ольга, нашли очень интересную графику, которую опубликовал ресурс InformNapalm. Я хочу, чтобы сейчас режиссеры вывели на весь экран, мы с вами посмотрим и обсудим. Смотрите, какая интересная история получается. Режиссер, вы видите, пожалуйста, на экран. Это очень важно сейчас прокомментировать как раз, чтобы все видели. Это отчасти в продолжении этого разговора, который мы с вами и начали, потому что эту тему действительно очень важно обсудить. И я думаю, что наши зрители с территории Российской Федерации также хотят посмотреть на эту графику и увидеть эти данные. Заголовок красноречивый. «Война в Украине — это геноцид коренных народов России». Сейчас, вот видите на экранах, это геноцид коренных народов России. И здесь идет речь о том, что на одного убитого жителя Москвы приходится десятки, а то и сотни безвозвратных потерь с других регионов. На одного москвича, я акцентирую цифры, приходится 87,5 дагестанцев, 275 бурятов и 350 тувинцев. И из статьи, которую также продублировал у себя в Твиттере и советник главы Офиса президента Михаил Подляк, также идет речь о том, что Кремль привлекает к войне против народа Украины национальное меньшинство своего государства в сотни раз чаще, чем самих россиян. Ольга, а почему? С чем это связано? Ну вот это как раз и связано с тем, что, к сожалению, уровень жизни вот этих в национальных окраинах, он гораздо ниже, чем в столицах, чем в крупных городах. Ни в Дагестане, ни в Бурятии, ни в Туве нет городов-миллионников. Да, конечно, те молодежь, которая хочет чего-то добиться, они уезжают из своих мест. Они уезжают в Москву, они уезжают в Питер, они уезжают в Екатеринбург. А те, кто остаются, особенно сельское население, зачастую действительно очень большие проблемы, в первую очередь с работой. И, конечно, когда обещают такие для тех мест просто бешеные деньги, там, 200 тысяч в месяц, просто какая-то заоблачная цифра, если мы говорим, что средняя заработная плата в тех местах 15 тысяч, да, то есть больше, чем в 10 раз выше, чем средняя заработная плата. Вот такие, знаете ли, шальные деньги, почти как, собственно, почему в разных местах высокая степень вовлеченности в криминальные какие-то вещи, да, когда нет обычной работы, люди начинают воровать. Ну, а тут еще хуже. Ну, по некоторым данным и обещанные выплаты получают также не все, опять же, я не берусь утверждать это на 100%, но, тем не менее, такая информация время от времени появляется о том, что люди идут и рискуют жизнью, и даже, получается, соглашаются на то, чтобы просто убивать абсолютно неневинных людей и жителей другого государства ради того, чтобы прокромить свою семью, но и это не получается. Так, а все-таки, хотелось бы быть детальнее, а проблемы с работой почему? Просто это выглядит так, как будто бы искусственно созданная ситуация для того, чтобы все-таки была мотивация идти вот хотя бы таким путем заработать. Ну, проблемы с работой потому, что в национальных республиках, ну, я не знаю, администрирование всегда было такое плохое, да, Никто не занимался, действительно, обдумыванием того, а что там нужно производить. В сельском хозяйстве тоже проблемы большие с сельским хозяйством, мы в него особо не вкладывались. Инфраструктура вообще, ну, даже слов нет никаких. Если посмотреть, ну, любую небольшую республику, да, ну, например, там, республика Алтай, сколько было аэропортов на конец 80-х, например, и сколько аэропортов сейчас, что малая авиация перестала летать. Ведь Россия очень большая страна, и в некоторые места просто не доехать, потому что нет дорог. А если при этом малая авиация перестает летать, то люди сидят вот в этих своих небольших селах и вообще оторваны от жизни. Поэтому они даже плохо понимают, а что там на самом деле происходит. Для них Украина так же далека, как я не знаю, как Америка. Посмотрите расстояние от Тувы, условно говоря, или от Бурятии. Им кажется, что это где-то далеко. Они не ощущают это, знаете ли, как трагедию, которая происходит за порогом твоего дома. Они едут куда-то очень далеко за легкими деньгами. Мы сейчас не трогаем вообще моральную сторону, да. Понятно, что не существует никаких оправданий того, что человек готов убивать кого-то другого. Но мы сейчас не об этом. Мы говорим о том, что действительно, если мы посмотрим рейтинг республик по экономическому развитию, где какой ВВП, то мы увидим, что это самые бедные регионы Российской Федерации. И вот тут складывается следующий вопрос. А я правильно понимаю, что Российская Федерация делает все для того, чтобы народ был бедным, чтобы потом была еще больше мотивация работать, а работать где? На войне. К чему я говорю? Мы только вчера в эфире обсуждали вопрос, что, оказывается, такой газовый гигант и нефтяной гигант, как Российская Федерация, не может обеспечить газом, точнее не может, не хочет обеспечить газом своих же россиян. Если я не ошибаюсь, 70%, по-моему, да, только Российская Федерация газифицирована. Что уж говорить об отдаленных деревнях, там, городах и так далее. И здесь то же самое с зарплатами. Скажите, пожалуйста, это специально так все делается для того, чтобы люди от неизбежности шли воевать? И в том числе вот той ситуации, которую мы сейчас наблюдаем, или же нет? Или тут параллели нельзя проводить? Ну, понимаете, дело в том, что это как в старом... Если есть две, два способа объяснить то или иное, предательство или бардак, то, скорее всего, на самом деле, все связано именно с бардаком. Несколько раз уже Путин обещал в своих ежегодных выступлениях перед гражданами о том, что Россия будет газифицирована, и что бесплатно за счет государства газ проведут по каждому участку. И до сих пор это не выполнено. Почему? Нет, не потому что кто-то специально это так замысливал. Ну, просто потому что бардак. Потому что реально Путин не настолько хорошо управляет страной, как ему бы хотелось. И если нам кажется, что все это специально для того, чтобы люди были нищие, ну, конечно, нищим народам легче управлять. Но не для того, чтобы посылать его на войну, а просто нищим народам гораздо проще управлять. Потому что человек занимается поиском хлеба насущного, чем ему накормить детей. И он не думает о какой-то там политике, выборах, кто там у него. А вот эта взаимосвязь, что из-за того, что ты голосуешь не за тех, да, ты в результате живешь как нищеброд. Вот эта связь в голове никак не может выстроиться. И я понимаю, что, может быть, украинцам это невозможно понять. Потому что сколько раз украинцы решали, нет, мы не согласны, что нас обманывают. И мы не дадим власти нас обманывать. И меняли эту власть. А вот в Голубинке, в Российской, почему-то думают, что власть сменить невозможно. И, конечно, чем люди беднее, тем их проще обманывать. Да, вот связь именно такая. Ну вот все-таки, да, несколько вас процитирую. Если выбираешь не тех, живешь как нищеброд, я себя добавлю. Затем идешь убивать мирных жителей в соседнем государстве. И вот еще важный момент, который хотелось бы с вами обсудить. Я просто не слышала так часто, чтобы москвичей, которые отказываются идти воевать, вот где-то там держали, прессовали, скажем прямо. А вот в Бурятии, в Дагестане, по крайней мере, это действительно есть проблема. Те, кто даже уже ходили воевать, ну якобы, пусть там, да, они добровольно согласились себе, так представим, пошли там за большие деньги, решили, что это не стоит тех денег. И они больше не хотят убивать, по крайней мере, либо не хотят сами погибать. Хотят вернуться домой, жить бедно, но мирно, возможно, со своей семьей. Им ведь этого не дают делать, их там держат, как-то угрожают, заставляют возвращаться на войну. Вот почему так происходит? Ну, опять-таки, к сожалению, тоже ничего удивительного, потому что мы знаем, что происходит в российских колониях, например, да, как там процветают, к сожалению, пытки. И даже недавно, вы удивитесь, но даже Государственная Дума Российской Федерации уже сточила наказание за пытки, и даже Путин этот указ тоже подписал, да, то есть сейчас пытки стали более серьезным преступлением, потому что, к сожалению, пытки – это просто будний день в российских СИЗО и в колониях. Поэтому это происходит везде. Понятное дело, почему этого почти нет в Москве и в Петербурге, ну, потому что там ходят общественные наблюдательные комиссии, если кого-то изобьют или будут пытать, или, не приведи Господи, убьют, об этом сразу станет известно, и этот начальник колонии просто сразу полетит вверх тормашками, потому что хоть какие-то СМИ по этим вопросам, они остались, да, это не может пройти мимо людей, и об этом станет известно. Конечно, где-то там далеко, в глубинке с этим проще. Конечно, ребята, которые выросли в Бурятии, в Дагестане, они, может быть, меньше знают тех способов донести информацию о том, что с ними происходит, до каких-то общественных организаций, до правозащитных организаций, до прокуратуры, в конце концов. Потому что пытать людей нельзя, даже по российскому законодательству пытать людей нельзя, и это уголовное преступление. Поэтому, конечно, если человек знает свои права, то его тяжело эти прав решить. Но если он думает, что он бесправен, то, конечно, с ним можно делать все, что угодно, к сожалению. Спасибо вам большое, Ольга, за то, что вы присоединились к нашему эфиру, за ваши комментарии. Я напомню, Ольга Курносова, политический аналитик, главный редактор портала Атроэмпайра, была на прямой связи с нашей студией.